Всем привет! Это Андрей Игнилаб и на нашем канале сегодня обзор, на этот раз уже хорошо известной на рынке модели Gintu UG620. Этот проектор построен по технологии 1LCD с собственным разрешением матрицы Full HD, то есть 1920 на 1080 точек. Источником света является светодиодная лампа, заявленный ресурс ее 30 тысяч часов. Проектор один из самых ярких на рынке, заявляется 6,5 тысяч китайских люменов. Данный проектор не относится к категории компактных, и помимо веса и его размера, об этом свидетельствует наличие специальных крепежных отверстий для кронштейна, который крепится к потолку. Но в то же время ничто не мешает установить его на любую ровную поверхность, для этого у него предусмотрены прекрасные четыре нескользящих резиновых ножки и вот такая дополнительная выдвижная ножка, которая позволяет регулировать его высоту относительно проекции. Проектор очень качественно собран. У него отсутствуют какие-либо люфты или зазоры, щели. Фокус регулируется достаточно тяжело, что также является несомненным плюсом. Здесь присутствует достаточно редкая для проекторов такого класса возможность заглянуть внутрь, скажем так, и прочистить проектор от пыли, если это произошло и пыль туда попала. Но вот есть вот такое отверстие со стороны вентилятора, и помимо этого еще присутствует вот такое вот большое отверстие с этой стороны с фильтрующим элементом, который при необходимости всегда можно пропылесосить, промыть, может быть даже и заменить, если необходимо. У проектора отличная оптика и большая матрица, что в совокупности дает прекрасную фокусировку по всей площади проекции. Но как всегда вынуждены добавить, что прекрасная фокусировка возможна только если вы не пользуетесь корректировкой трапеции. Поэтому заранее устанавливайте проектор так, чтобы эту функцию не использовать. Я бы, будь моя воля, вообще эту функцию убрал, потому что пользы от нее гораздо меньше, а я бы сказал, что вообще нет, чем вреда. Как всегда несколько слов о комплектации. Это, конечно же, коробка, она достаточно большая, поэтому я ее сразу же убрал, чтобы она не мешала. Сам проектор, крышка объектива, кабель питания, совершенно обычный, почти ставший стандартным для китайских проекторов пульт и атовизм, который позволяет из миниджека выводить аудио и видеосигнал. Не знаю, кто им пользуется, зачем китайцы его кладут, когда есть другие совершенно выходы, которые позволяют получить нормальную картинку. Теперь посмотрим на заднюю часть проектора и посмотрим, какие разъемы здесь присутствуют. Это VGA для подключения компьютеров, два HDMI входа, два USB входа, тот самый атовизм, выход через миниджек на аудио и видео, выход для наушников, вход для microSD карты и задний инфракрасный импорт. Данный проектор не назовешь тихоний, шум около проектора почти 60 дБ. В метре ситуация несколько лучше, но все равно достаточно громко. Проектор яркий, достаточно мощный, поэтому энергопотребление соответствующее, почти 128 Вт. Выполним измерение освещенности, для этого мы разделили наш экран на 9 зон, и центр каждой зоны мы сейчас измерим. И вот, что у нас получилось. Смотрим наш тест на FPS 60 кадров в секунду, идеальная плавность. Этот проектор, в принципе, один из лучших в классе по этому показателю. Теперь замедленно. Все отлично. Наш любимый инопланетянин, верхняя часть картинки прекрасно, идеально, ровно, без затыков двигается. Ну а теперь к тестовым картинкам Бураша. На данной картинке у нас сложность считания темных участков и светлых, но проектор отлично справляется. На этой картинке тоже достаточно сложность считания неба и воды, достаточно плавный переход, мелкие детали все прорисованы отлично. Здесь мы можем наблюдать все градации белого, за исключением, наверное, крайних трех-четырех, но это связано с тем, что у проектора хорошая яркость, он действительно может работать с большими диагоналями, и здесь, в принципе, по цветопередаче даже белого сложного света придраться абсолютно ни к чему. Хороший проектор работает и с зелеными цветами, мне, может быть, чуть-чуть не хватает насыщенности, но, опять же, помним о хорошей яркости, которая как раз нам дает такие цвета. На этой тестовой таблице прекрасно видно, как проект работает со цветами, цвета все достаточно естественные, натуральные. Есть небольшие проблемы с темными цветами, здесь мы не видим градиентов, но я, если честно, и на макбуке не вижу особо сильно, но если присмотреться, то может быть, видимо, такой паттерн просто. С этой картинкой у проектора все супер отлично, может быть, мне не хватает немножко более шоколадного оттенка у афроамериканки, но, в принципе, все остальные оттенки достаточно хорошо отработаны. На этом изображении, в некотором нескольком мультяшном, достаточно большое количество разнообразных цветов, отражение неба в воде, все очень хорошо отработано, придраться ни к чему. Проектор Gintu UGA620 отлично впишется в домашний кинотеатр начального уровня и будет радовать не только качественной картинкой в кино, но и позволит насладиться играми на приставках, так как отлично справляется с частотой 60 кадров в секунду.